здравствуйте сегодня я хочу рассказать вам про такой замечательный лук это джансинг f155 я про него выпуск уже делал а теперь прошло куча времени я с этим луком успел познакомиться много-много лучше и расскажу как он был показал себя в деле значит так это не полноценный олимпик так вот сразу как и говорил так и продолжаю говорить это лук для начинающих здесь нет lf-система здесь простое резьбовое крепление особо настроек нет ну можно конечно настраивать оттягивая подтягивая болты но это не самый удачный вариант тем не менее лук великолепный он успел показать свои сильные стороны я расскажу как его как их раскрыть значит так как я говорил это простой 66 дюймовый олимпик классика со всеми необходимыми дырками под обвес кстати обратите внимание крепление стабилизатора дюймовое на самом деле это нехорошо неплохо у спортивных луков это как раз норма едва ли не стандарт но большинство стабилизаторов охотничьих все-таки идет с метрической резьбой будьте внимательны если собираетесь их использовать все с ним было отлично и великолепно стрелял как у меня мне вот у меня рос где-то метр семьдесят два он кстати очень хорошо подходит по размерам особенно если стрелять в барабол мне он очень в этом плане понравился и внезапно для более высоких людей лук достаточно дурако устойчивый вот сейчас я беру стрелу стрела это длинная 32 дюймовая то есть конечно высокому человеку по 32 дюйма он будет маловат но стрелять он тем не менее будет поэтому и для развлекаловки подойдет и для первых шагов в спорте подойдет да и просто лук для души неплохо самое главное что с этим луком нужно сделать ему нужен достойный обвес ну с прицелом понятно берем просто спортивный прицел и пользуемся здесь никаких проблем нет две дырки под прицел все понятно первое что вы должны сделать выкинуть родную тетиву очень рекомендую все дзэнсинги неплохие луки за свои деньги хорошие луки это годные неплохие покупки действительно но у них есть определенные недостатки почти у всех толстенные до кроновые тетивы родные и особенно если лук с небольшим натяжением новая тетива особенно из быстрых ниток она действительно раскроет потенциал этого лука здесь она будет очень к месту второе если вы используете магнитную полочку наклеиваете ее соответствующее отверстие именно в это отверстие потому что второе отверстие которое находится впереди вас она предназначена для крепления настраиваемых полочек это хорошие магнитные полочки но фирменная настраиваемая магнитная полочка будет стоить дороже этого лука смысла в этом нет поэтому вам нужно нужно отверстие которое располагается над упором так вот если вы выбираете магнитную полочку она здесь как раз очень хороша к месту она нужна вам нужно обязательно использовать плунжер и он здесь действительно нужен потому что без плунжера смысл в такой полочке просто теряется в противном случае у нас стрела будет тереться по металлическим деталям нафиг это кому надо это неправильно так вот с магнитной полочкой и плунжером мы получаем настоящий лук я считаю для брыбов разумеется сюда можно поставить тройники можно поставить длинный стабилизатор со стабилизатором стрелял лук в принципе неплох спортсмены сказали что тянется достаточно приемлемо все происходит мягенько стреляет нормально жалоб не было когда узнавали цену говорили что вообще никого и все классно но это лук я утверждаю я его видео я его продолжаю видеть как лук для полевой стрельбы и в частности особенно лук для борьбу единственное чего здесь сейчас не для этого не хватает вот сюда думаю граммов 300 грузик был бы очень очень в тему потому что развесовка у лука примерно вот такая или сюда какой-то стабилизатор там для hunter и курва какой-то там подходит классный лук долго и умучил долго я решал он хороший он плохой он вообще имеет право на жизнь или нет да имеет и если вы не собираетесь идти серьезный спорт допустим олимпик тобой хорошая вещь он покажет себя и на даче покажет себя в качестве первого снаряда спортзале покажет себя как какой-то hunter и курв но если с полочкой не прогадаем и с хорошей полочкой и плунжером для начинающих стрелков для первых шагов борьбу он будет замечательный короче говоря на для своего места для своего диапазона ценового это очень хорошая кстати хочу сказать по стрелам все-таки у нас какой-никакой но олимпик и поэтому именно тонкие спортивные можно сказать легкие стрелы он с это довольно старая и не знаю выпускается или нет это бимон флэш карбон уистона по моему модель inspire пришла ему на замену самое самое оно ну хотя стреляет абсолютно чем попало лукову вот такая вот недорогая годнота и в конечно же вполне могу рекомендовать этот лук правда а вам стало интересно что такое plunger и зачем он нужен он следующем выпуске расскажу спасибо за внимание до новых встреч пока